Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы с вами вспоминаем вместе со всей Церковью святых апостолов Петра и Павла. Про апостола Петра я вам уже рассказал вчера на всеночном бдении. Сегодня продолжу рассказ свой про апостола Павла. Но мы с вами все помним, что Иуда выбыл из числа апостолов. И вместо сакрального числа 12, потому что было и 12 колен израилевых и много других символических событий связано с числом 12. И Господь избрал 12 учеников. И апостолы решили избрать себе 12 апостола. И жребием выбрали Матфея. Но мы с вами, когда поминаем 12 апостолов, то вспоминаем не апостола Матфея, а апостола Павла. Именно он и стал тем 12 апостолом, ибо он восполнил это число до полноты, будучи избранным уже самим Христом. Мы с вами знаем, что он был гонителем христиан, очень ревностным служителем закона. Фарисей, сын фарисея, как он говорил сам о себе. И вот однажды в местечке Суфани по дороге в Дамаск сам Господь пристал перед ним и сказал, что ты меня преследуешь. И произошло вот это чудесное обращение Павла. До этого его имя было Савву, а уже будучи апостолом Христовым, взял имя Павл, что значит маленький, меньший. Но нельзя сказать, чтобы он на самом деле был бы меньшим из апостолов. Это удивительно, как этот, можно сказать, насквозь иудейский человек и патриот, и ревнитель закона во Христе расширил своё сердце и свою душу до всех людей Земли, включая и наплеменников, и язычников. И он сделал очень много того, благодаря чему христианство стало религией не только иудеев, но религией язычников и религии всего мира. Вот то, что христианство так распространилось по всей Земле, конечно, мы обязаны ему. Удивительно его вот этот переход от закона к благодати. Именно ему принадлежат слова. Буква убивает, а дух животворит. Именно он стал необыкновенно харизматичным верующим и сумел перебороть в себе вот это поклонение перед законом. С чем связано вот это преклонение перед законом? Когда человек не имеет духа. Когда у человека нет духа, он ищет форму. Он ищет те правила, за которые можно цепляться. Он ищет, как ему исполнить все какие-то предписания, чтобы быть правым перед Богом. А когда человек имеет духа Божия, то тогда он исполняет свою веру не по букве, а по духу. То есть, именно так, как её заповедовал, исповедовать сам Господь Иисус Христос. И, конечно, вот эта удивительная свобода, которую дал апостол Павел, она многих искушала. Это он пишет галатам. Вы несмысленные галаты. Вы родились от духа и воды. Вы были крещены. Для чего вам теперь надо обрезываться? Обрезываться. А ведь обрезание – это было, ну, просто настолько обязательное предписание. Это, ну, даже, я бы сказал, не просто предписание, не просто заповедь. Это на уровне символа веры. Говорили не как мы сейчас говорим, верующие, неверующие. Говорили по-другому – обрезанные и необрезанные. И апостол Павел говорит, что нужно быть обрезанным сердцем. То есть нужно сердцем принадлежать Богу, а не внешними признаками. И он укоряет галатов за то, что они поддались этому искушению. И, имея Духа Святого, имея всю полноту общения с Богом, они стали уступать в сторону тех, которые требовали, укоряли их в том, что они не выполняют закон и что они какие-то неполноценные. преследовали апостола Павла, наверное, ещё более жестоко, чем он сам когда-то преследовал христиан. Потому что он разрушал монополию фарисеев и законников на истину. Он говорил от имени Бога и говорил вещи, которые расходились с ними по букве, но гораздо точнее, по духу, отражали суть веры в Бога. И он перечисляет, это мы слышали в сегодняшнем апостольском зачале, то, как его преследовали иудеи и сколько он получил от них всяких наказаний. И говорил, что он готов гордиться своими немощами и своими страданиями, потому что они сближают его с Иисусом Христом. Страдания приближают его к Богу, а не наоборот отдаляют. Вот эта успешность, благополучие, к которому все мы стремимся в этом земном мире, они часто отдаляют нас от Бога и заслоняют Божью правду какой-то другой правдой, корыстью или ещё чем-то. Апостол Павел о себе сказал следующие слова. Он сказал, стигмы Господа моего ношу на себе. Стигма – это клеймо, которое ставили, клеймили скот. Это, в общем, лейбл, как сейчас говорят. По-гречески – стигма. У нас это переводится иногда как язва. И он говорил, что стигмы Господа моего ношу на себе. Что это значит? В то время существовало строгое юридическое правило, что раб не может работать на другого господина. Потому что если он раб, значит, его купил, его питает, лечит, содержит его господин. Поэтому если он где-то работает, то эта плата должна идти господину. Если он её берёт себе, значит, он обворовывает своего хозяина. И мы с вами знаем, что это юридическое правило очень часто цитирует и Христос, когда говорит, что нельзя работать двум господам. И упоминается оно и в апостольском чтении. И вот, когда раб всё-таки злоупотреблял этим, то ему ставили стигму, клейму, что он принадлежит другому человеку, и поэтому если кто-то его нанимает, то деньги должен отдать другому, который является его хозяином. И вот апостол Павел о себе говорит, что я клеймённый раб Господа, что вся моя работа – это работа только во имя Божие. А мы знаем, что апостол Павел очень щепетильно относился к денежным поборам и не позволял себе брать деньги с тех новообращённых, которых он сам обращал ко Господу. Он не хотел их этим искушать. И поэтому предпочитал сам зарабатывать деньги для того, чтобы оплачивать свою миссию. И зарабатывал он это тем, что шил палатки. Военные палатки, которых требовалось достаточно много для римской армии. То есть можно сказать, что он работал на военно-промышленный комплекс Римской империи. Но работая на военных Римской империи, он утверждает, что он всё равно оставался рабом Господа. Потому что и эта вся корысть, которую, так сказать, он получал от этой работы, она шла не ему лично, а он её употреблял на свою миссионерскую деятельность. И благодаря этому, имея стабильный заработок, да ещё и римское гражданство вдобавок, он мог не зависеть от доброходства тех, кого он наставлял вере. Для нас это тоже такой важный пример, потому что у нас часто бывает, что наша работа входит в разрез с нашими принципами. У меня был один прихожанин, который работал в казино, правда, водителем, вот, но вот для него это было большим искушением, пока он не прочитал вот эти слова апостола Павла и нашёл для себя, как ему мудро распоряжаться этим заработком, чтобы всё-таки чувствовать, что он служит не вот этому ужасному культу наживы и игромании, а всё-таки служит Богу. Мы с вами видим, что апостол Павел был необыкновенно широких взглядов, будучи таким просто обскурантом вначале в своей вере и в исполнении всех предписаний. Он потом проповедовал необыкновенную широту. Он пишет, подобает ересеям бытье среди вас, дабы выделились искуснейшие. То есть он говорил о том, что необходимы разные мнения. Необходим спор, необходимо, чтобы люди понимали, что конечная правда не у них, не у того, у кого громче голос или, может быть, увесистее кулаки, а последняя правда она или аргументы очень внушительные, а конечная правда она только у Господа. И поэтому мы все можем что-то предлагать, но Господь поможет нам избрать лучшее. И мы видим, что когда он со своей общиной приехал в Иерусалим, то его общину не приняли, говорили, что они должны быть очищенными, они язычники, даже к ним прикасаться не будем, вот, то он сказал тогда, он сам с ними будет проходить вот это очищение. То есть, таким образом, он не возвышал себя над теми, кто не был рожден иудеем. Ну и, наконец, самое удивительное, мы видим, что он сподобился удивительного чуда, он был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы и лицезрел самого Господа, но об этих вещах он не может подробно рассказать, потому что это такие вещи, которые уже наш человеческий язык не в силах воплотить. Будем прибегать к молитвам святого апостола Павла, чтобы он дал бы нам вот этот дух свободы, эту горячность веры и этот удивительный дар молитвы и богообщения. Аминь. Продолжение следует...